Всем привет, это Морсичек. Обычно мы с вами встречались в обзорах модов, но сегодня сделаем исключение. И сейчас мы поедем смотреть секретный железнодорожный путь, который никогда не используется в игре. Он находится в доках Сан-Фьерро, там где кран с магнитом для экспорта машин. Скорее всего, на ранних стадиях разработки игры Рокстары планировали какую-то миссию, связанную с погрузкой машин или других предметов на поезд. Но позже от этой идеи почему-то отказались. Возможно не хотели совершенствовать принцип работы железнодорожных путей ради одного короткого эпизода. Сейчас мы увидим как мог бы выглядеть процесс такой погрузки. А поможет нам второй игрок, именно он, будет управлять нашим секретным поездом. Разделимся, наш пожарник должен раздобыть для нас поезд. А я пока подготовлю автомобиль. Итак, игрок 2 заполучил поезд. И теперь мне нужно забраться в кабину крана и погрузить автомобиль на платформу. Нужно подъехать на поезде немного вперед. Зацепляем наш автомобиль. И пытаемся его не разбить. Ну конечно, у меня ничего не получается сделать аккуратно. Остается выровнять машину окрая платформы. Готово. Сяду за руль этого автомобиля. Так будет интереснее. Ну что же, давайте посмотрим куда ведет этот путь. Игрок 2, трогай. Очень непривычно видеть здесь поезд. Как видите, этот путь просто ведет. Поезд в тупик. Конечно, этого недостаточно для интересной миссии. Но на этом мы не заканчиваем. Давайте посмотрим куда поедет поезд дальше. Ну конечно, в этом месте заканчиваются координаты движения. Поэтому по аналогии с тем, что показано в ролике про летающий поезд, состав будет перемещаться в начальную координату этого пути. Попробую проследовать за ним. Состав появляется из центра стены эстакады, а наверху еще и высокий борт. Попасть на платформу очень сложно. Проследую за поездом по земле. Нет, заезд на территорию дока слишком далеко. Режим на двух игроков не даст разъехаться так далеко. Придется прыгать в воду. Следуя абсолютно прямой линии, состав переместился на начальную координату пути. Интересный факт. Эти щелчки, имитирующие звук стыков на рельсах, воспроизводятся на каждой координате пути. Чем их больше на коротком отрезке, тем чаще будут стучать колеса. Поблагодарим нашего напарника за помощь. Без него ничего бы не вышло. И конечно, огромное спасибо всем зрителям. Будет интересно. Подписывайтесь на канал. Пока.